что приехала приехала набираться знаний у нас вчера была здесь огромная лотерея такой огромный номер 1.6 миллионов долларов и представляете один человек выиграл где-то в южной каролайне вот так вот ну я не в южной каролайне это у меня в мечтах пока в южной каролайн и чарлстон пока во флориде поэтому это не я но это ничего страшного ничего страшного я по жизни не знаю у меня никогда такого не было что мне просто так что-то что-то давала что мне свалилось на голову полтора биллиона не миллиона биллиона долларов так что я нисколько не расстраиваюсь потому что я вообще сыграла в билетик потому что все сыграли так я вообще не играю потому что я честно все это не верю пока сама не в игры если мне нравится шон мэндес в ласта в джапэн так что я хотела вам сказать дома не успела позавтракать я сегодня немножко позже проснулась заехала Starbucks у меня здесь овсянка съела белки уже сейчас буду кушать овсянку сняла стакан воды также вот так ну что я хотела вам сказать что сегодня мы с Кэтрин едем покупать тыкву и в хэллоуин store покажем вас возьмем вас с собой обязательно вчера со мной связались помните говорила что я начала заполнять всякие разные работы и в отеле и какие-то там и то есть в отелях в основном там и за бар как и на фронт-деск и там еще что-то и в аккаунтинг фирмы какие-то финансы в общем и вчера мы звонили из одного отеля из Мариотта который находится в форт лаудердейл даунтаун форт лаудердейл и мужичок это general manager был он пригласил меня на интервью сегодня но я сказала что сегодня не смогу поэтому здесь ждет меня завтра но навряд ли что я туда поеду потому что я когда я заполняла я не смотрела что там написано какие там знаешь у тебя требования и там написано что шрифты у них какие рабочие это сейчас им требуется ночной shift на фронт-деск человек который там будет там с всякими в общем с компьютером что-то связано закрывать какие-то там аккаунтинг став в общем что такое и расписание с 11 до 7 утра это расписание я не успеваю потому что потому что мне дочку с утра в школу везти у меня у самой школы я подумала если меня допустим даже туда возьмут на 5 дней в неделю на full time 5 дней в неделю это получается 5 дней в неделю я буду там по ночам остальные допустим 2 дня в ресторане и 7 дней в неделю получается и когда я буду спать вопрос когда я буду спать так что в общем я подумал подумал и думаю что пока наверное мне не не ну просто не не состоянии просто физически не смогу работать где-то на full time job учиться full time в школе учеба вы знаете меня сейчас 4 раза в неделю плюс в ресторане плюс ресторане сейчас у нас не только два дня сейчас говорю сейчас начинаются всякие праздники всякие концерты это по три-четыре дня иногда даже будет там неделю где и пять дней нужно будет работать так что думаю что пока я должна отказаться в этом предложении в принципе у них есть шифты там 7 утра до трех дня либо с 3 до 11 но у меня вообще мы с моим расписанием и вообще просто не смогу найти все full time job даже если я сейчас не буду учиться ходить на учебу то семи мне нужно кэтринг в школу я к восьми только завожу я не спеваю и семи до трех если с трех до одиннадцати мне в три часа нужно забирать кэтринг в школу вообще ну просто никак просто совершенно поэтому если мне искать что-то какой-то знаете работу то это должно быть где-то с девяти до двух где-то по пять часов в день не знаю где такое можно найти но я в поисках я продолжаю что-то искать но думаю что я пока не будет принимать никакие предложения я просто смотрю в поисках но и в выборе скажем так потом с девчонка говорила она медла поговорила со своим менеджером тоже в отеле и через месяц им там будет требоваться человек и возможно они меня пригласят ну вот а через месяц и как раз подходящее время потому что мне сейчас как раз закончится школа у меня начнутся каникулы так что у меня будет больше свободного времени и дальше как я вам сказала что я хочу брать школу онлайн и уделить больше внимания работе и бизнеса вот такие вот дела но в то же время я задумывалась если я сейчас пойду работать куда-то еще это получается что я буду допустим либо утром работать по вечерам работать то есть у меня времени совсем не будет для того чтобы строить свое дело а его я хочу построить его я хочу развить потому что я знаю что она будет работать сейчас она не приходит не приносит там огромные какие-то деньги но уже приносит доход и я знаю что он будет приносить в будущем если над этим работать то это обязательно будет как работа постоянно и одна причем так что вот такие вот дела дела посмотрим что сейчас будет но если честно я бы взяла может быть партайм какую-нибудь работу может быть там три дня в неделю что-нибудь такое как экстра какой-то там заработок да почему я хочу найти работу я вам уже говорила чтобы не зависеть от чего-то настроение от еще чего-то ну вы понимаете о чем я говорю то есть мы так продолжаем мы работаем там очень много сейчас работы мы с ним делаем но в то же время видите у человека такое настроение меняется и не пойми что мне настроение не нужно кстати про человека вчера он кстати написал нам сообщение заскучал заскучал бедно спрашивает как мы поживаем как там собаки как там дочка что и как что и как там опять нын нын ревея рассказывал про свои там какие-то дела и всякое такое в общем в общем вот такие вот дела у меня кстати очень-очень сильно кстати мотивация поднялась очень такая сейчас сейчас настолько я занята видимо и столько всяких разных дел и у меня да появляется снова мотивация действовать делать дальше вчера открыла магазин добавила уже туда 180 товаров сейчас мне нужно их разложить по полочкам по разложить по полочкам по как сказать по в общем сейчас я буду этим заниматься еще раз говорю такой момент у меня что времени просто не хватает ни на что и нужно распределить это время качественно просто чтобы все успеть то есть сейчас у меня как приоритет у меня в школе просто завал огромный завал я не успеваю реально не успеваю поэтому сегодня я буду после школы заниматься уроками заниматься уроками вот здесь прямо домой не поеду вечером я буду работать хотя мы с Катрим еще едем за тыквой ой-ой-ой тренировки конечно же у меня пять раз в неделю не получается как это было раньше только два максимума боже мой хотелось бы больше но ничего страшного сейчас каникулы начнутся можно будет тренироваться побольше ну вот такие вот новости последние перед вами я отчиталась ой устала нужно мне позвонить маш потому что она меня ждала на вот этот помните пилинг который я делала который на 10 лет тебя омолаживает но я не могла приехать потому что мы были на острые нужно будет позвонить ей записаться на следующей неделе потом мне нужно уже скоро скоро уже очень скоро записываться к Тане прокрашивать корни и убирать вот эту вот желтизну ну вот ну вот когда я сейчас начала этим фиолетовым шампунем пользоваться они не такие не такие желтые и мне нравится в принципе цвет но я думаю что когда меня Таня прокрасит еще раз сделать немножко мелирование то они вообще будут просто идеальны вот в общем вот такое вот видео я поделилась с вами своими последними новостями что у меня вообще происходит в жизни хотела выйти в прямой эфир но понимаю что у меня просто нет на это времени потому что я уйду в прямой эфир мы опять на час заболтаюсь и забуду обо всем мне сейчас нужно быстренько покушать покушать и бежать уже набираться знаний ладно все пока пока ждите видео с нашими тыквами из магазина Хэллоуин